Олег Витальевич Иванов Олег Витальевич Иванов Награжден благодарностью председателя Гродненского областного исполнительного комитета, почетной грамотой Гродненского городского совета депутатов благодарственным письмом председателя администрации Ленинского района города Гродно. Олег Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Доводилось ли вам слышать такой миф о нашей замечательной Гродненской области? Регион территориально-западный и якобы здесь какие-то прозападные настроения. Ну, сразу говорю, что я так не считаю. А как считаете вы? Я считаю, что это абсолютно некорректно и можно применять к нашему городу Гродно, к нашей Гродненской области только в разрезе географического местоположения в рамках всей нашей страны. Да, близость к Европе предполагает какие-то своеобразные взаимодействия при границе. Но, тем не менее, этот избитый штамп, он уже, мне кажется, не имеет никакой актуальности. И день единения, который прошел в нашей стране в сентябре, и события далеких, но всем понятным нашим белорусам 1939 года и по фронтовой кинохронике, и все, что проходило в средствах массовой информации. Спасибо нашему президенту, что мы об этом помним, что мы такой праздник для себя это не придумали. Он был всегда, но мы к этому моменту подошли с большим пониманием того. И чтобы не пытались нам рассказать в истории, что этот шаг был несправедливый и не такой, есть кинохроника, есть факты, которые подтверждают, что это было абсолютное желание не на тот момент Москвы нас соединить, а это было желание тех людей, народа, которые на рощерком пера провели эту границу и разделили наших земляков-белорусов в разные стороны баррикад. Но самое главное, в итоге этот такой вот момент, он не прошел, все стало на свои места. Да, как у любого региона, я вообще сам приехал в Гродно в 2000 году с восточных земель, я сам родился в Могилеве. Западность, ну в чем западность? Западность в том, что у нас в области некоторые архитектурные памятники входят в наследие ЮНЕСКО, что у нас очень много таких старинных зданий, замков вот в этой культуре. Но это не западность, это наша белорусскость, просто чуть больше в этом регионе всего того, что имеет историческую ценность и другое наследие. Отлично, на моем примере, происходит ассимиляция практически незаметно людей, которые переезжают, создают здесь семьи, и не западность здесь, здесь просто отличные, трудолюбивые люди, которым многим чего получается. И самое главное, это западные рубежи, не только родной нашей Беларуси, но и нашего единого союзного государства с Российской Федерацией. Это накладывает отпечаток и на некоторые политические и другие моменты. Мы несем ответственность, и президент нашей страны говорит, что многоконфессиональная наша страна, происходит объединение семей, католики, православные, ну да, мы многоконфессиональные. Это не мешает жить отдельно в нашем при Неманском крае, в нашем сторожитном городе Гродно. Вот давайте остановимся на географии, вы упомянули уже такой термин, как «приграничье». Да. Это и осложнено тем, что у нас приграничье. Иногда соседи, как говорится, не выбирают, имеем, что имеем. Наши, скажем так, обострившиеся отношения с поляками, с литовцами, с нашей стороны все прекрасно, мы никаких провокаций не устраивали, и было добрососедство. Как они теперь себя ведут, польские, литовские власти, вы понимаете, вот здесь, что нужно понимать нашим простым жителям нашего мирного приграничья? Во-первых, я могу сказать, как член Совета Республики и участник Всебелорусского собрания, где были приняты и обсуждались наши военные доктрины и все остальное, что президент нашей страны, он никого не успокаивает, он просто всегда дает посыл о том, что живите спокойно. Президент нашей страны – это оплот нашего спокойствия. Конечно, с соседями у нас сейчас не все хорошо, хотя вот даже глава государства, сделав безвизовый въезд в нашу страну, не только уже в Республике Польши, Литовской, Латвийской, Эстонской, Прибалтийских стран, но и намного более шире круг европейских стран, он сам говорит, приезжайте, посмотрите своими глазами. Развейте мифы. Да, потому что тут мы, может быть, даже не секрет, и в нашем приграничном Гродно остались, я уверен, и родственники и в Польше, и в Литве, это было всегда нормально. Самое главное, я считаю, что так оно впоследствии и будет. Приезжайте, посмотрите, границы открыты. Сколько переходов они не закрыли, все равно поток людей, которые хотят приехать на нашу страну, посмотреть, да даже чего-то и купить, да пусть для нашей экономики это только лучше, а в том, что они сделали, что наши люди не могут там посетить свои могилы своих родственников, пообщаться, да, нормально, тут с границами не стираются все те человеческие отношения, да. Но ничего, их только экономика теряет, в это время наша экономика находит. То, что происходит с мигрантами-беженцами, это вообще такая тема, которая уже, она избита, но тем не менее она происходит. Я не буду ни про Нюрнбергский процесс вспоминать, ни все остальное, просто это такие какие-то уже беззакония такое, которое раньше или позже все равно будет более широко обсуждаться и не останется незамеченным. Творят всякую... Бесчеловечность. Бесчеловечность, беззаконие и все остальное, упиваются этим, да, но тем не менее, все равно белорусы плохие, у нас здесь диктатура, да и все остальное. Да им бы в этой диктатуре хоть полгода пожить, может быть, в них перевернулся менталитет, что это не диктатура, это нормальный образ жизни, где все спокойно. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите на наши красивые города, на убранные поля, на... у нас что, в магазинах что-то стало, санкции что-то стало не хватать, у нас стало еще больше, потому что это посыл был и своей экономике, промышленности, нарастить некоторые объемы, да, с россиянами, с китайцами. В общем, мы целым, да, социально ориентированная экономика нашего государства уже не дает никакого даже там посыла того, чтобы кто-то начал размышлять, все думали, что, да, три года там или четыре санкции, подвели итоги третьего квартала, и год, что у нас ВВП растет, да, мы развиваемся, все у нас хорошо. Получился результат обратный совершенно, то, что переверты, что они хотели, не добилось, да, плюс, конечно, и глава государства уже ведет такие аккуратные, но, тем не менее, вдумчивые моменты по поводу возвращайтесь, мы, скажем, персонально поработаем, потому что изгоем жить на волне какого-то там такого опломба, там экстаза, или там что-то еще выехать, там все, мы свободны, а сейчас уже не понаслышке я знаю, что те люди, которые так быстро покинули страну, изгоем всю жизнь жить, не видя там ни родного дома, ни родственников, ни сего, это тяжело, да, год-два, пожалуйста, и президент тоже говорит о том, давайте обсуждать эту тематику, давайте рассматривать индивидуально эти вопросы, то есть умение прощать, это очень замечательно. Вы с такой теплотой говорите о Гродненской области, о нашем мирном приграничье, но вот уже упомянули, что сами вы уроженец Могилева, считаете уже себя Гродненцем? Родина, она все-таки была, малой родиной, да, она была, есть и останется. Такая уже осознанная жизнь, самостоятельная, конечно, прошла в городе Гродно, где я создал семью, где родились мои замечательные дочери, супруга моя из Гродно. Сложнее всего мне надо было перестроиться, болеть за футбольную команду, но я болею за футбольный клуб Неман, это многого уже, значит, отвечает на ваш вопрос, хотя сам там и занимался, тренировался в школе Могилева, но тем не менее сейчас являюсь членом наблюдательного совета футбольного клуба Немана, да, у нас в этом году не получилось, не получилось опять золотом, но ничего. Но тем не менее Гродно, он уже, я могу сказать, абсолютно родным. Хорошо, а какие люди населяют этот город? Вот какие мы, гродненцы, как вы можете нас охарактеризовать? Вы знаете, что знали, ну, гродненцы, могилевчане, витебляне, меньчане, это жители Беларуси, да, нету такого у меня тут разделения гродненцы, ну что, ну, я только одно бы заметил бы, да, что наш плодородный край, он стоит немножко в особенности, президент это знает, да, но так вот, в чем вот нам Бог дал нашу, там, такую более плодородную землю в Гродненской области, ну и, понятно, культура земледелия и всего остального, ну, так оно и есть. И вот дожинки будут у нас вот буквально через два дня, и президент будет присутствовать в субботу в городе Мосты. Мы достигли в этом году более, там, двух миллионов тонн зерна, это абсолютные рекорды и по урожайности мы продолжаем ставить. У нас этого первого места вряд ли кто-нибудь когда-нибудь победит. Я очень горд, что работаю в структуре агропромышленного комплекса Гродненской области с Божьей помощью в том, что он нам дал такую землю и вот такую, ну, наверное, процовит, если кажутся по-белорусски, наших жителей Принеманского канала. Ну, наверное, это и всем белорусам присуще. Да, но только понятно, что иногда все-таки вот такие внешние моменты, как земля, там, климат. Президент в своих последних высказаниях говорит, там, от Минской области повезло. Да, действительно, бывает, где-то там кто засушит, то зальет. То зальет. При прочих моментах все равно мы были, есть впереди. Крепкое село, крепкая переработка. Просто так белорусам и гродненцам, и просто белорусам с других областей ничего не падает. Мы это заслуживаем своей работой, и у нас это получается. И подтверждаете в год качества. К вам, как члену Совета Республики, с какими запросами приходят гродненцы? Потому что я нередко слышу, вот в этот год, год качества, что мы изменились в целом. Мы перешли от индивидуального к коллективизму. Мы всегда многие вопросы решаем всем миром. Это нормально. Помогаем друг другу. Вот в чем наш коллективизм. Между предприятиями, между людьми и все остальное. Но год качества – это не просто какой-то слоган. Это заставляет всех, трудящихся в любых сферах экономики, в аграрном комплексе, в металлургии задуматься. Качество – это такое многоплановое понятие. Это качество продукции, это качество взаимоотношений. Мы прошли проверку на прочность во всех моментах. Настали сильнее. Это многогранный термин. Должно быть всегда в любом направлении какое-то соперничество. Если его в спорте, в предприятиях, в производстве, где угодно, посыл президента «Год качества» заставил всех, почти во всех отраслях, пытаться еще раз задуматься, что же мы можем такое сделать для того, чтобы о нас, это приятно, заговорили, что мы что-то сделали качественно. Мы и так, белорусы, делаем все качественно. От продуктов питания, мебели, белазов, мазов и все остальное. Эти санкции дали нам возможность еще показать всему миру свою продукцию. Да мы еще и еще покажем. Это только начало. Если вернуться к вашей деятельности, как члены Совета Республики, вот с каким запросом и к вам приходят люди? На что вы бы обратили внимание? Ну, понятно, в большей степени это, конечно, земельные участки, медицина, социальная сфера, ЖКХ. Да, не все можно решить, потому что каждый человек, ну, нельзя сделать избирательность. Но, тем не менее, посыл Натальи Ивановны Качановой к нам, к членам Совета Республики, говорит о том, что вы должны пообщаться до последнего человека, услышать их, и вам дано чуть больше, чем другим, для того, чтобы вы смогли эти вопросы, даже если не решить, то попытаться их поднять. Повлиять, так. Вы же поймите, то есть каждый отдельный случай нельзя выносить наверх. Вы должны объединить их в какую-то группу и понять, что действительно это людей на сегодняшний момент волнует. Ну, ЖКХ, оно же волнует всегда. Можно считать, что каждый человек, каждый второй будет вам с вопросами ЖКХ обращаться. Сколько неравнодушных людей, сколько общественных организаций. И вопросы есть, которые с проблемными моментами, а другие приходят, которые хотят что-то развить. Стандартные вопросы, которые мы каждый день видим на телевидении, обсуждаются на разных уровнях. Мы в обществе в последнее время много говорим о патриотизме. А вот если о нем не говорить, а рассуждать с точки зрения поступков, вот для вас патриотизм — это что? Не на словах, а на деле? Патриотизм — это у каждого что-то свое. Беларусы любят свою страну. Мы не обделены нашим духом славянским, нашим единением. Это желание сделать нашу страну лучше, богаче у нашей общей сдачи, чтобы наша страна развивалась, наши дети были самыми лучшими образованными. И мы, славяне, были всегда едины. А когда мы едины, мы непобедимы. Благодарю вас за такие посылы, благодарю вас за беседу. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова